Добрый вечер, господа, друзья! Приветствую вас обратно на моем канале. Я очень рада опять встрече. У меня большой праздник. У меня уже 500 подписчиков. Полтысячи. Я на половине пути к тому, чтобы YouTube оценил по достоинству мои старания. Ну, эти старания идут как по волнам. То приписывается, то отписывается. Ну, я думаю, я не одна такая. Ну, в общем, первая тысяча – это самое трудное. Вот. Поэтому я поздравляю себя, Андра. Пожалуйста. А сегодня я по поводу праздника предлагаю вам вместе со мной приготовить опять мужскую традициональную кухню. И будем готовить строганов по-курземски. Если кто не знает, курзем – это одна из областей. У нас четыре такие. Это западная Латвия. От слова курземы. Там раньше жили старинные времена курши. Древние такие балтийские племена – курши. Ну, латыши. Первые латыши, да. Ну вот, они ловили рыбу, жили у моря. И от этого слова курземы. И ни в коем случае курляндия, как говорят в России. Так же, как, кстати, никогда не говорите, прибалтийцы. Таких нету. Есть балтийцы, есть балтийские страны, есть Балтийское море. Прибалтийского моря нет. И прибалтийцев, естественно, тоже нет. Я не знаю, откуда вот такое взялось, что говорят прибалтийцы. Таких нету. Прибалтийки тоже нет. Есть Балтика. Балтия. Даже не Балтика, а Балтия. Ну вот. Это такой экскурс в историю. Ну вот. Курземский Строганов. Ну, Строганов это сильно сказано, потому что... Строганов просто потому, чтобы люди поняли, в какой вектор мы пойдем. Что это примерно будет. Но это опять латышская кухня. И самое интересное, там будут жареные маринованные огурцы добавляться. Получится очень вкусный ужин. Я уже поставила картошку вариться. Я буду подавать с картошкой. И буду подавать с теми салатом из... И буду подавать с салатом из свеклы, который мы сделали на прошлый раз. Это будет салат номер три. Единственное, я сделала маринованную свеклу с чесночком, со сметаной. И без артишоков. Без партишоков. Я ничего не добавляла. Только сметану. У меня больше любят дома сметану, чем на масле салаты. Поэтому я добавила сметану. Ну вот. Займемся. Что же нам понадобится? Рецепт очень простой. Действительно очень простой. Очень быстро готовится. И ничего сложного там нет. Кроме вкусовых качеств, в которых я думаю, что... Ну, в России я думаю, что немногие кушают жареные маринованные огурцы. Да? Вот. Сможете попробовать, как это. Значит. У меня здесь свинина. Я даже не знаю, сколько здесь. Ну, больше килограмма. Скорее всего. Три луковины. И три чесночка. Три дольки чесночка. Огурцы маринованные. Сметана. Сметана. Сметану я буду использовать для салата. Вот он мне уже сделан. Вот он. Посмотрите, как его готовят. Я буду добавлять туда сметану. Это вы можете посмотреть наверху. Ну и из приправ. Из приправ будем добавлять соль, перец, приправу для свинины, горчичный порошок. Можно и простую горчицу обыкновенную добавить там. Одну-две чайные ложки. И печь я всё буду вот в этом. Это осталось мне от артишоков. Это классное оливковое масло, в котором были вот эти артишоки. Я его буду использовать для обжарки. Чего выбрасывать хорошие вещи. Оливковое масло, как-никак. Вот. И ещё с приправами. Ну вот так. И начинаем с того, что будем нарезать мясо. Обжаривать. Ну, нарежем и лук, и чеснок. И будем всё постепенно обжаривать. Ну вот я начну с лука. Нарежу лук кусочками. Ну вот, как-то так нарезали. И нарежем огурчики. Ну, огурчики. Вот так. Такими кусочками. Ну вот, как-то так. Кстати, ну я не использовала всё. У меня два огурчика ещё осталось. Этот рассол мы не вливаем. Мы его будем добавлять. Потому что, опять же, тут очень хорошие специи. Очень он такой пряный. И его будем добавлять к соусу. К самому вот этому строгану. Он получится такой более, ну, насыщенный. Теперь берём мясо. Вот. Я буду отрезать вот эту кожу. Это нам не надо. То есть свинина должна быть без кожи и без косточки. И нарезать мы её будем вон такими струнами. Ну, я не знаю, как это. Соломкой. Соломкой, наверное. Правильно говорить. Жир отрезаем. Жир нам тоже не очень нужен. Кстати, вот эту кожу потом можно использовать, когда тушить капусту. Туда можно добавить. Можно добавить в суп. Ну вот. Это мы не будем использовать сегодня. И вот нам остался вот такой кусочек мяса. Который мы будем нарезать вот на такие кусочки. Ну, на такие. Вот. Вот такие. Ну, вот. Как-то так нарезали. И вот сейчас я буду использовать две сковороды. Сразу. Потому что на одной я буду обжаривать лук и чеснок. А на другой буду мясо обжаривать. И, как я уже говорила, буду обжаривать вот на этом. Смотрите, это же классная вещь. Масло от артишоков. Вот. Здесь вставлю масло. Ну, два приема надо будет на лук. А сюда я укладываю. Лук речетый. И еще надавлю туда чесночком. Лук. Мясо. Потом мы мясо еще будем сушить. И, как видите, мы не добавляем, не добавляем никакие спиртые пока. Пока абсолютно ничего не добавляем. Обжариваем где-то минут 5-7. Сюда, к луку, сейчас будем добавлять огурчики. Вот. И обжариваем уже вместе с луком. Нам надо, чтобы получился обжаренные луки, обжаренные огурцы. И вот в кастрюлю всех и выкладываем. В кастрюле мы будем и дальше тушить. Ну вот. Туда. И здесь мы обжариваем уже вторую. Я свела всю водичку, чтобы там образовалось вот мясо. и добавляем второй костюм мясо сюда. Ну вот. И мясо обжарилось. И вот лук и огурцы обжарились. И обжарился, ну, наше мясо обжарилось. Теперь я ставлю на огонь вот эту кастрюлю. вот, всё, мясо сюда. Сюда же добавляем всю обжарку. И теперь сделаем, ну, такой, как соусик. Как я уже говорила, вот в эту, только что время обжаривали лучок и огурцы, я выливаю рассол. Добавляю там ещё ну, где-то 250-300 грамм водички. муку. Ну, я не знаю даже, сколько озюмостоловую ложку буду добавлять. Посмотреть. Одна. Её хорошо надо размешать, чтобы не были вот эти ну, такие вот, не знаю, комочки. Комочки, наверное, вот такие. 1-2-3-3-3 ложки. В одно сюда добавляем сметану. 1-2-3-4-5. 5 ложек сметаны. Я добавляю буквально ну, не знаю, чайную ложку горчицы. То есть, чайная ложка горчичного порошка. Добавляем соль. 1-2-3 щепотки. Приправу для свинины. Там 1-1 столовую ложку. И перчик. Ну, вот. И это всё. Когда мы уже хорошо размешали, добавляем сюда, в кастрюлю. И нам надо вот столько воды, ну, чтобы было столько вот этой, чтобы она вот покрывала мясо. И больше, и не меньше. Вот. Оно покрывает. Сейчас покажу. Оно покрывает всё мясо. Мы его хорошо размешиваем. И ставим тушиться на медленном огне. Пока мясо готово. Скажем так. Ну, вот. И пока тушится наше мясо, я доделаю салат. Тут маринованная свекла 700 грамм. Чеснок. Две дольки. Сушёный чеснок. Где-то 2 столовые ложки. Я добавляю 4 ложки сметаны. И всё буду перемешивать. И вот салат уже готов. Так. Ну вот. Как-то так. Готово. Быстро и сердито. Ну вот, господа, друзья, я думаю, наконец-то моё мясо готово. Представляете, я его варю уже полтора часа. Оно как не мягкое, так не мягкое. я не знаю, почему. Первый раз такое. Ну, сейчас плюс-минус оно сварилось. Вот, вот такой соусик. Вот. И сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Ну вот, получилось. Вот так. Я вам сейчас поднесу поближе. Вот. Пожалуйста. Вот так поднесу. вот у нас получилось такое, такой строганов курземский. Вот он с жареными огурцами. И, ну, я подаю с картошкой и с тем столатом из маринованной свеклы, который рецепт я вам давала в прошлый раз. если хотите, посмотрите. Вот. Сейчас буду пробовать. Ну вот, господа, друзья, я закончила. Вот получился мой ужин, наш ужин, потому что я буду обедать вместе с моей семьей. И вот желаю вам то же самое. Получается очень вкусный или ужин, или обед. Очень не сложно и, ну, в принципе, обычно быстро готовится. почему мне сегодня не тушилось это мясо. Я действительно не знаю, почему. Вот. И с нашим тем салатом, что мы вчера готовили. В предыдущем видео показывала, как мариновать свеклу. И вот сейчас буду пробовать. Сейчас буду пробовать. Конечно, лучше с молодой картошкой. Ну, у меня нету. У меня еще старая. я очень люблю буржемский строганов, потому что он такой, ну, беф строганов, он такой красный, он очень ядреный, там много красного перца и паприки. Это такой более мягкий, но эту остроту придает маринад. да, мясо сейчас готово. И он очень-очень хорошо идет вместе с маринованной свеклой. Очень вкусно. Вот. Так что, а можно и подавать с не маринованной свеклой. просто не мариновать, а так подать свеклу. Да. И очень хорошо запивать кефиром. Я очень люблю кефир. И вместе с этим очень хорошо. Ну, вот так. Так у нас получился куржемский строганов. пробуйте. Я вам расскажу одну интересную вещь. Я была в Литве, и мне надо было где-то быстро-быстро покушать. были на все про все 20 минут между встречами. Я забежала в супермаркет, и там продают уже готово. Там можно купить уже теплые, уже они раскладывают в таких коробочках. Я захожу, хотела взять какую-то там котлетку или что. Смотрю куржем строганов. Я удивилась в Литве, в Вильнюсе, в супермаркете. Так что литовцы тоже оценили. И причем я его взяла, и он оказался очень-очень вкусным. Молодцы литовцы, Ротфронт, Бролюкас. И да, поэтому вот пожалуйста вам еще один рецепт как можно строганов обогатить. Писоединяйтесь, готовьте, подписывайтесь на мой канал. Скоро я буду делать стримы, я учусь, мне руки не доходят до этого. Я учусь, как сделать стрим. Если кто-то мне может помочь, пожалуйста, я буду очень рада, потому что для меня это еще темный лес. я скачала программу ОБС и я в этой программе прям плаваю еще. Вот. Больше как топор вниз иду. Но я стараюсь. По ночам читаю и изучаю. Ну вот. А там, до следующего раза.